и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и на этот раз я хотел бы вам рассказать о системе крафта но не просто обычного крафта которого можете крафтить здесь крафт у mpc и верстаках то есть по простому говоря о столах крафта которые находятся в мире и они не ваши они ничьи таким столом является вот такой трибют терминал подаря к нему нажав на е то без открыть мы можем видеть что можем скрафтить металлическую кирку топор копье либо меч но для этого нужен понятное дело кожа медь и металл при всем при этом мы скидываем сюда нужный лут и можем крафтить это нам нужно для того как если у нас открытый допустим мы имеем слитки но не можем не имея возможности скрафтить то есть построить то или иное тут или иной предмет чтобы скрафтить и данные предметы именно для этого они служат точно таким же терминалом является и вот этот здесь вот прям вот на этом месте если не ошибаюсь на этом месте стоит нпс который у которого можно купить каменные предметы за за золото допустим топор 6 4 золота но вы понимаете что допустим продав ему металл ой продав ему дерево 75 мы получаем ой прав 100 дерево получаем 75 что ли монет но в общем дофига к примеру здесь стол крафта мы в этом столе крафта мы можем создавать уже броню и броня довольно таки неплохая допустим если смогли добыть как-то нужные ингредиенты то мы можем создать себя хорошую броню который к примеру вот это даст пруф да так называется пруф magic ров даст дополнительный эффект для магия что вполне себе неплохо как вы понимаете эти столы раскиданы не везде и ты не везде сможешь что-либо найти допустим там у нас находится нпс там у нас находится нпс и как бы все хорошо так у детей где здесь вот этот надо же не на ту кнопку жал и поэтому не хава если подняться вот сюда наверх то здесь мы сможем создавать эссенцию эссенцию магии я ее сам еще не юзан но создал уже о это моё есть такая оставил их от лошара причем оставила день назад почти 24 часа уже пошло да они так осталось вы просто мало кто приходит вот можно создать эту эссенцию как видите она требует 10 шартов и скидывал сотню до и бутылку с водой бутылка с водой исчезла шарда как видите остаться их никто не золотал они нафиг никому не нужны а вот что это эссенция не знаю но скоро я ее и сам смогу крафтить собственно у меня будет предмет бутылку крафтить не могу зато эссенцию смогу крафтить да не докачался немного до нее труп ак валяется уже здесь валялся на мосту видать кто-то убрал уже с моста вот но это еще не все это стандартные предметы стандартные столы которые мы можем найти в этом мире нужно пожрать немножечко но есть на данный момент я бы так сказал и есть кое-что надеюсь это у меня там фигня крафтится нет не крафтится сейчас у меня просто светлячок закончится я просто в этом уверен вот на данном этапе развития игры мы можем наблюдать такую ситуацию собственно если вы видели мое видео о том когда я рассказывал о системе домов по простому говоря это серия кстати называется аренда домов вот в этом выпуске я вам показывал некие столы и так далее который он говорил же закончится мистер шарта спер свои обратно то зайдя в эти дома мы видим magic walk собственно почему где дверь открыта часом покажу там не показывал но здесь покажу допустим ворота прикольно да это ворота если что игровые то есть их создал стала игра этот весь дом стала игра но как видите сломать мы можем потому что пока что это еще не поправлю так вот зайдя сюда мы видим здесь magic work то есть здесь мы можем кстати именно здесь мы можем создавать эссенцию когда она открывает здесь мы можем найти ступку и как видите у меня her multi то есть чай открытый я его могу крафтить здесь у нас есть печка и когда откроется у меня здесь слитки металла я смогу переплавлять металл и именно только тогда я смогу открывать перерабатывать здесь у нас холодильник парочку сундуков в которых понятное дело пустым и не советую вам хранить где хранить свой лут на данном этапе развития я вам показывал в предыдущем ролике где я еще пока что вы не на смоксать вот я снимаю все за один раз там чтоб типа бессмертный сейф будет и так далее но я ссылочку как вариант оставлю в конце ролика и как вы видите не создавая данные столы мы можем спокойно использовать эти пока не поправить систему домов и аренда домов будет подразумевать то что вы арендуете дома его никто не сломает а именно оборотом вот такие вот у нас получается столы крафта как есть столы крафта которые придут так сказать полно стоят по задумке разработчиков так и есть столы которые по задумке игроков мы можем использовать спокойно такие вот народ дела так здесь я не помню нет здесь у нас ничего не туда здесь у нас здесь кузнеца все брали вот такие вот народ дела в общем как прекрасно понимаете на данный момент играй это в раннем доступе и 1 ранний доступ означает что много багов много глюков и так далее самое главное самое главное это дать игре шанс реально дать игре шанс и не заморачиваться о том что вот баги не баги как видите качать ранги довольно таки легко вот пожалуйста херп типа ушин и еще какая-то хрень кого муж вам грибы какие-то открыл а вот игра конечно же новое конечно же она только выпустилась и много багов но разработчики не дремлет разработчики не спят и они работают над всеми проблемами да возможно это не быстро просто патчи выпускаются не вот вот нашли баг допустим сам пц и сразу же выпустили патч нет так это не делается делается немножко по-другому но суть в том что самое главное разработчики пытаются сделать игру для нас с вами чтобы мы могли в играть и не заморачиваться а тут уж выбирайте сами либо как я по моему рпг ветки то есть я играю без постройки дома просто убийство животных прокачка и хранение все на складе либо же стройте дом развивайтесь и играйте как выживал очка конечно я со временем буду строить дом но пока что мне и так все устраивает вот такие вот народ дела на этом я уже хотел бы с вами попрощаться как говорится всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать ну и конечно же делиться моими видео со своими друзьями на этом все всем удачи всем пока всем счастливо и добра всем пока